Тогда как-то так, значит, сегодня скоро будет Новый год, завтра приезжает дедушка с бабушками, мы здесь с Антошей готовимся, елку я Антоша украсил, значит, это вот он сделал. Мне всегда очень нравились вот такие вот машины, оказывается, это четырехэтажный какой-то, ну сейчас Антоша, это наш сыночек, сам расскажет, что это такое. Ну расскажи, возьми в руки, так, чтобы, может быть, тебе видно было. Это машина, которая ездит с помощью магнита, вот если вот этот рычажок повернуть вот сюда, сейчас я ближе возьму, и так может быть боком как-то сыночек, а может или я сверху, вот так вот, и вот этот рычажок повернуть вот так назад, тогда магнит будет присасывать к стенке, и машина будет двигаться, что магнит держит машину, а если присасывать к стенке, он присасывать будет, если быстрее присасывать, он быстрее будет ехать, если медленно, медленно, и все благодаря этой, этому магниту, а если рычажок сюда повернуть, магнит уже не будет существовать, не будет. Это если сюда, то медленно, магнит берет, если сюда, еще быстрее, это пока что медленно, это самая медленная передача, а это быстрее, еще быстрее, а это самая быстрая. И всегда я включаю самую быструю, потому что, то есть, это медленная передача, это медленная, а это быстрее, и это быстрее, и это выключено уже. А если сюда сразу, то будет медленно ехать машина, вот машина магнитная. Поэтому я включаю сюда все время, потому что мне не нужно быстро, а если быстро, то я вот так сделаю себе, быстро. Меня еще интересуют вот эти вот этажи, сколько там этажей. Сколько там этажей? Да, в этой машине. Вот первый этаж, вот второй, вот третий, вот третий, вот четвертый. Так. Четыре этажа. Раз, два, два. Боком покажи, пожалуйста, эту машину, вот так вот. А это, это прокручивается пленка. Это или к мультике посмотреть, или какая-то песня прослушать. Ага. А компьютером там есть, где поиграться? Компьютер там есть? Нет. Компьютера нет. Еще ты просто не сделал. Нет, тут не может быть компьютера. А руль этот, чтобы управлять, если сюда повернуть руль, сюда выйти. Ну, мы можем надеяться, что ты в дальнейшем сделаешь такую машину, чтобы там был и компьютером, чтобы поиграться. Ну, может. Надеяться. Ну, можно надеяться. Ты сделаешь такую машину. Ну, пусть и завтра сделают. О, очень хорошо, очень ближние это сроки. Спасибо тебе большое, хороший наш конструктор. А вот это вот, это винт, чтобы, как вы же знаете, чтобы в каждой машине должен быть винт. Конечно, знаю. Так же и здесь есть винт, только он у нас в воздухе. Тогда марнир притягивает, притягивает. Вот если он там вот сюда. Он закружил, вот. Она ездит, эта машина? Да. Вот закружилась, варнир присасывает к этому, и вот едет. Ага, так, так, ясно. А если что-то лежит, камни на дороге или что-то, то я включаю самую большую. Ой, разломалась. Ну, ты сделаешь потом. Это сделаю. Хорошо, это мы не будем снимать. Ты, пожалуйста, другую машину нам пока расскажи, а потом ты сделаешь, чтобы мы не портили пленку. Хорошо. Про ту другую машину нам расскажи. Хорошо, сейчас я расскажу про другую машину. Да, ну, еще раз говорю, что это говорит конструктор Антоша Кушпель. Так, пожалуйста. Я вам хочу сказать, что там аж то, что я буду показывать, это не машина. Так. Это про пространство. Это, понимаете, летающая тарелка. Ага, понимаете, теперь понимаем, когда-то... Эта тарелка, она может везде летать. Так. Ну, ты, пожалуйста, это отставь, этот четырехэтажный, этот автомобиль. Покажи нам про летающую тарелку. Вот летающая тарелка. И скоро заканчивается время эфира. Так. Вот это летающая тарелка. Здесь открывается клюв. А ну, так, сейчас, сейчас. А вот этот... Боком-боком можно так? Да, вот, хорошо. Так, как, ага. Вот хорошо сейчас видно. Так, это клюв открывается. Да, клюв. Так. Клюв называемый. Это вот роботы три. И это робот. Так. Но этот робот управляет вот этими тревыми роботами. А, это главный робот. Да, главный из робота. Так. А этот робот может сюда садиться, под этот вот так вот. Но эти роботы не могут сюда садиться. Так. Понимаете, стекло, вот, стекло закрывается. А эти роботы, они не могут садить, как вот эти вот. Как вот эти вот так. Не могут садить. Поэтому эти главные, которые сидят. Это, это не главные. Вот это главные, которые сидят. Так, так, так. Они, видишь, если их поставить вот так вот, они не сядут. Видишь, не закрывается. Так, так. А этот вот без ног, он не может закрыться. Так, так. Поэтому это главный робот. Ясно. И потому, что он меньше всех, он говнее, он маленький. И что может эта тарелка, куда она летает, какие ее действия, какая скорость, сколько у нее передач, и наше время фирмы подходит к концу. Пожалуйста, расскажите нам, конструктор, об возможностях этих летающих тарелок. Хорошо. С какого они мира прилетели, и могут летать в каком? Они прилетают, вообще-то, летающие тарелки прилетают с Юпитера. А, хорошо. Случай, вот эта тарелка. Ясно, ясно. Летает с Юпитера. И вот, что она может делать. Она может делать разные помощи. Она может помогать роботам, когда у них топливо окончается. Понимаете? Да, понимаю. Вот эти роботы, они тоже могут летать. У них есть вот что. Понимаете? Отсюда вылетаете до луны, они литят. А если у них кончился вот здесь. Кончились топливо, чтобы они летали на огне. То эта летающая тарелка помогает им взлетать. Они становятся на летающую тарелку, а тарелка летает. Когда у них есть из топлива, они заправляют летающую тарелку. А когда у них здесь нету топлива, они летающая тарелка себя заправляют, а летающая тарелка и пользуются, чтобы летать. Какая скорость этой летающей тарелки? Скорость может быть 3000. Световая или звуковая, или сверхсветовая, или сверхзвуковая? Вообще-то здесь есть только вот такая скорость. Вот сколько сюда заправили топлива, такая скорость здесь есть. Потому что если топливо здесь есть, если топливо быстро туда загонять, в этот мотор, вот здесь, вот мотор в этот, то она будет быстро летать. А если мне надо топливо заправлять, это все, она летает столько, сколько топлива здесь есть. Понятно, настолько далеко она летит. Хорошо, благодарим вам, Антоша Кушпель, конструктор этих вот прекрасных машин, за ваше новогоднее интервью, которое вы дали для бабушек, для наших, для дедушек. Они приедут, посмотрят, какие прекрасные машины может делать их внук. Большой конструктор в будущем, Антоша Кушпель. Ну, до свидания, спасибо большое, помахай ручкой, помахай ручкой, ну все. На здоровье. Ему 5 годочков, скоро будет 6, и он идет в школу. Это сыночек папы Олега и мамы Тани, Антоша. Он любит конструировать, и, наверное, он будет конструктором. Потому что с конструктора можно сделать и автобус, и троллейбус, и пол, и трамвай, и поезд. И машина, и этническая машина. Да, можно сделать с конструктора. Поэтому он будет изобретателем. Вот, потому что всегда можно изобрести. А может он будет шахтером, как дедушка? Может быть, но только чтобы это было интересно, понимаешь, дедушка? Нужно, чтобы это было интересно, понимаешь? Я еще не знаю, кем я буду. Да, но чтобы... Может быть, я буду жонглером, просто истепенистом. Как папка, как папка жонглером, или шахтером. Вот именно, изобретателем буду. Но изобретателем дело в том, что можно всегда что-то изобрести. И это всегда интересно. Да, можно трамбай, еще и тость. Продолжение следует...